И уже сегодня страна-агрессор Российская Федерация ударила по Херсону в очередной раз. По предварительной информации, в результате обстрела двое людей погибли, но количество жертв могло вырасти. Ситуации в городе о том, что происходит на данный момент, мы расспросим у главы пресс-офиса Херсонской АВА Александр Толоконников с нами на прямом включении. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. С самого утра сообщалось о том, что двое людей погибли, но были подозрения, что эта цифра увеличится. Скажите, пожалуйста, что известно на данный момент? На данный момент трудный обстрел забрал жизни двоих человек, так пока и остается. Слава Богу, один человек с этого места в тяжелом состоянии сейчас в больнице, травматический шок, сложное ранение ноги. Еще один человек, который был там поблизости, получил более легкие ранения, получил помощь амбулаторно. Также еще четверо работников больницы, по которой был прилет тоже в центре Херсона, получили легкие ранения относительно осколками от стекла, после которого разбили стекла, поранили этих работников. Один хирург, гинеколог, врач, акушерка и еще один работник больницы. Всего четверо их жизни ничего не угрожает. И уже вечером после обстрела села Балетенске, там погибла женщина за 5-4 лет. Впоследствии обстрела как раз ее дома. Сейчас цифра пострадавших за сегодняшний день 9 человек. Из них трое, к сожалению, погибли. Светлая память и сочувствие родной. Вечная память. Александр, а какая ситуация по состоянию вот просто на сейчас? Потому что несколько часов назад враг выпустил шахеды с мыса Чауда. Объявлена была триога в ряде областей юга Украины. Было сообщение, мы не знаем пока подробностей о взрыве в Одессе. Что происходит в Херсонской области? Через Херсонскую область эти группы шахедов часто почти каждую ночь проходят. Наши защитники просеивают их, разбивают часть их именно на территории Херсонской области. Те, что могут дальше, они идут уже дальше, дальше уже разбивают следующие областя. Здесь мы передаваем линию обороны против шахедов. Здесь наши защитники хорошо по ним отрабатывают уже дальше и летят намного меньше. Александр, сегодня в Украине отмечают День волонтера. Мы знаем, что в Херсоне погиб волонтер Услан Анисенко. Его убил российский снаряд, который прилетел в самый центр города. И вот хотелось бы спросить у вас относительно жизни в самом городе и насколько волонтеры это важная составляющая для того, чтобы город продолжал жить. Я говорю о лекарствах, о воде, о продуктах питания, которые привозят. Насколько, какая ситуация с этим? Да, как раз вот 46-летний волонтер погиб как раз вот в 8-50 когда был обстрел. Он был как раз первый снаряд забрал его жизнь и жизнь еще одной женщины 36 лет, насколько я помню. Вы знаете, в Херсоне, наверное, волонтеры это уже члены семьи. Во многом это какая-то, наверное, наша здесь неделимая часть уже Херсона, Херсонской области, это волонтеры. Они здесь уже не один год работают, помогают, до этого помогали в освобожденных селах, сейчас уже помогают всей правобережной области. Волонтеры это такое и связующее, как, наверное, если, я сейчас только подумал, если провести парамель с медициной, это как скорая помощь. Это то, что могут очень быстро тебе помочь в сложной ситуации. Есть такие глобальные фонды, международные организации, которые помогают, наверное, вам большими массивами помощи, но намного медленнее, потому как из-за таких больших процессов они не могут делать быстро. А волонтеры это такая скорая помощь людям, военным, и к ним можно обращаться по любым вопросам, они сразу же ориентируют. И действительно, без них, наверное, было бы очень сложно. У нас очень много ситуаций таких аварийных или еще, когда люди, та же самая подрывка Орска и ФС, пока все раскачались, волонтеры уже работали в полную силу в первые же часы, по сути. Поэтому без них действительно никак. И поздравляем с их праздником. Вы лучшие. Да, это правда, Александр. Вы справедливо отметили и международные фонды. Мы благодарны и нашим друзьям из разных стран Запада, которые тоже едут к нам волонтерами. Вот по примеру Херсонской области, как много иностранцев приезжает на сегодняшний день волонтерить, помогать украинцам? Знаете, довольно-таки много. Первое время было очень много. Приезжают и врачи, в основном очень много врачей, про кого я знаю. Приезжают и с помощью со своей конкретно в определенные села люди за рубежа. Приезжают большие делегации, которые хотят выяснить ситуацию, изучить, увидеть своими глазами. Это тот же самый Говард Баффет, который приезжал. Мы с ним вместе. Это было еще до подрыва Каховской НГС. Это примерно в начале мая. Он приезжал, попали под обстрел через танка. И после этого он просто прочувствовал на себе, как же здесь происходит, что россияне делают с Херсонщиной. Он понял и сам оценил. И это для них очень важно. Читать, смотреть публикации. Это одно, когда он лично сам приезжает. Поэтому потом в своем же комьюнити рассказывают и передают эти эмоции. И, соответственно, и помощи больше. Люди понимают, что здесь действительно нужна помощь. Поэтому мы благодарны всем, кто приезжает, не боится, рискуя своей жизнью. Приезжает из более комфортных, стабильных стран, ситуация, где стабильный приезжает к нам. Но для того, чтобы и помочь, и посмотреть, и потом передать это миру ситуацию. Да, это получается, что и волонтеры, и народные дипломаты. Очень важный момент. Хотелось бы еще вот что вас спросить касаемо зимнего периода. Зима уже началась. Как город готовится? Пункты несокрушимости, котельные. Что открывается? Как люди будут греться этой зимой в Херсоне? Да, мы уже подключили весь город. Еще осталось там порядка 20. Насколько я помню, котельник, который еще сейчас в тестовом режиме, ему все равно тепло подается. Очень сложно все-таки подключать и запускать теплосистему. Когда постоянные обстрелы, соответственно, постоянные прорывы, потому как осколки пробивают теплосеть. И сложно, когда сеть идет на целый микрорайон, приходится перевыключать, сбрасывать давление, заделывать эти пробоины и снова включать. Понятное дело, что за это время там теряется тепло, теряется время, в том числе коммунальники, коммунальщики, которые работают, они поддаются тоже опасности, подвергают себя опасности работать там. Но мы все это делать все равно будем. Все, что можно для того, чтобы тепло было в каждом доме, где мы можем это сделать, в городе. Что касается пунктов несогружимости, то их сейчас в самом городе 29, в области вместе с Херсоном это 175. В городе они сейчас не слишком востребованы, потому как есть и свет, и мобильная связь, и тепло уже начало подаваться. Вот как раз населенных пунктов, которые на побережье, там с этим действительно не очень помогают, потому как там нету света, люди топят дровами, которые мы тоже в первую очередь отправили. Но для того, чтобы связаться с родными, погодеться, подзарядиться, эти пункты несогружимости очень помогают. Там есть и старлинки, и генераторы работают, люди могут и пообщаться, узнать новости, просто позвонить родными. Александр, спасибо вам за эту работу, и всей вашей команде, и сил выдержки вам, и всей Херсонской области, и всей Херсонщине. Александр Толоконников, глава пресс-офиса Херсонской областной военной администрации, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.